Колхоз Россия, хозяйство многоотраслевое, крупное, многим обязан своему председателю, герою социалистического труда Георгию Ивановичу Сонину. Его убеждение, что можно и должно работать без отстающих, по напряженным планам, помноженное на энергичность и неутомимость, как-то исподволь привело весь коллектив хозяйства к решению помочь крепко стать на ноги соседям. Мы приехали в Колхоз Россия, когда пик весенних работ был уже позади. Вокруг расстелались ухоженные поля зерновых, картофеля, сочные луга, хотя солнце палило нещадно. Фрегаты исправно несли свою службу, надежно защищая зеленый ковер от зноя. А в это время заканчивалось строительство первой очереди откормочного комплекса на пять тысяч голов скота. В эти дни полным ходом шла подкормка посевов с воздуха. Нужно было точно в срок обработать шесть тысяч гектаров угодий. Здесь мы встретились с ветераном колхозного движения Георгием Ивановичем Сониным. Наши колхозники знают, что такое отставание. Десять лет тому назад мы были тоже отстающими. Сейчас нам партии правительства и организационно, и материально помогли стать в число передовых хозяйств. И мы считаем своим долгом оказать помощь в ликвидации отставания ряду колхозов, которые расположены по соседству с нами. Мы уже делаем кое-что для этого. В частности, на весеннем севе колхозам помогли семенами картофеля, семенами сортовыми зерна. Мы заключили сейчас большой договор о содружестве, о помощи. Этот договор даст нам возможность, конечно, в течение максимум двух-трех лет вывести хозяйство из состояния отстающих. И я думаю, что у них даже будет возможность, может быть, и, как говорят, перегнать, ученик должен перегнать учителя. Мне уже 76 лет. Я видел много и хороших хозяйств, много видел и отстающих. Сам уже пережил подъем двух отстающих хозяйств. И знаю, как тяжело переживают колхозники отставания своих родных колхозов. Как они стремятся к тому, чтобы их хозяйства тоже были хорошими. Я уверен, например, что этот почин, который мы сейчас сделали, он будет подхвачен не только колхозами нашего района, нашей области, но хотелось бы, чтобы этот почин нашел свое распространение очень во многих хозяйствах нашей страны и особенно нечерноземной зоны.